всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу сделать расклад который давно думала но все как-то не решалась расклад называется как вы видели мои архетипы темные и светлые стороны делать мы его будем на великих арканах я взяла колоду классику 2 вы там здесь у меня 22 великих аркана 21 и нулевой правильно уже запуталась ну и если вдруг мне понадобится что-то уточнить я буду работать на колоде таро приведений у нас будет с вами три позиции 1 2 3 голубенькие красненькие и зелененькие камешки наверное их чуть-чуть отодвину потому что буду делать расклад и мне надо чтобы они видны были изначально кто спрашивал да вот вот за этот подарок да я в письменном виде отблагодарила марину мои мои подписчица а вот совестно нет это прекрасное украшение сделано из бисера не знаю насколько вам видно да вся это все ручная работа здесь кстати тигр изображен я родилась будет тигра вот не знаю насколько видно решила вот сегодня одеть чтобы и отблагодарить прям вот греется от температуры тела да и бисер согревается удивительная работа все все сделано вручную хотела марину за это поблагодарить и словесно в предисловие к сегодняшнему раскладу значит вот оно какое будет расклад то что меня попросили сделать архетипы темные и светлые я их буду делать на основе таро древо жизни в кабале кроме требует древо жизни которые мы изучаем ну не напрямую немножечко косвенно на индивидуальном обучении таро кому интересно есть целый курс который я записала очень глубокий и информацию который я буду рассказывать сегодня частично она взята из этого курса кому он интересен в описании к этому видео есть мои услуги нажимаете туда и читаете о курсе древо жизни и как его приобрести очень рекомендую коллегам тарологом на мой взгляд а древо жизни должен знать почти каждый таролог потому что это ну вот на мой взгляд это основа основ и вообще трактовки достаточно расширенные даются при изучении это достаточно глубокие и сложные понятия но на курсе я постаралась давать их достаточно так в упрощенном виде вот ну и плюс ко всему самостоятельное обучение да то есть я даю к некую такую базу а вы изучаете уже более глубоко самостоятельно почему такое вот большое вступление к тому раскладку я буду делать для пояснения обычно есть даже если я не ошибаюсь колода архетипы и тени по юнгу но я не буду рассматривать у меня нет этой колоды а во вторых я все-таки предпочитаю немножко эсотерическую такую основу таро и на древе жизни выстроена вся западная магия и вот саму это универсальная модель она не относится какой-то вот конкретной религии если так можно сказать вот древо жизни это универсальная модель изучив ее можно применить во многих аспектов и не только 2 так вот то что я буду говорить сегодня она имеет под собой вот эту основу и кроме древо жизни безусловно как антипод то есть и противоположное древо это древо смерти если на древо жизни у нас располагаются добродетели и для кого-то ангелы ангелы архангелы составляют основу древа жизни то древо смерти как антипод ясное дело будет иметь темный аспект это наши пороки и вместо ангелов и архангелов у нас есть бесы и архидемоны демоны и архидемоны то есть та же самая конструкция только уже в темном аспекте так вот если мы будем говорить сегодня об архетипах и тенях я буду использовать древо жизни и древо смерти изначально говорю что как вот вам было понятно если кого-то это пугает и вы изначально ощущаете до внутри себя что информация которая буду давать она не для вас то прям ну выключайте это видео не для вас не для вас то есть такое тоже может быть поэтому мы будем смотреть на великих арканах потому что великие арканы если на древо жизни у нас они находятся на путях то в древо смерти они находятся на тоннелях с это я не буду называть как каждому аркану относится имя демона либо архидемона потому что это не нужно вот но имейте ввиду что и у архидемонов есть свои задачи иначе говоря мы называем это пороки да то есть добродетели у нас есть и эти под противоположный полюс это пороки то есть это наши архетипы и их тени и то и другое присутствует в нас если кому-то кажется что демона это где-то там далеко как обычно да либо без это там где-то далеко то могу вам сказать что это наши пороки и в нас их ну не знаю в равной степени не равной степени но в большей степени присутствует также как и добродетели которые мы должны в себе вырабатывать еще вот ну вот такое вот вступление позиции вы видите хотела изначально сделать 5 потом передумала не потому что не хочу давать вам выбора просто потому что не хочу как-то вот не кажется на мой взгляд информация на такая достаточно специфическая будет вот но ваши просмотры ваши комментарии мне покажет либо мою верность либо мою ошибочность суждений компьютер у меня здесь рядом поэтому если я буду поворачивать голову я буду учетать теневые аспекты то есть функции и либо пороки наши теневые аспекты и так давайте мы приступим значит голубенький красненький зелененький первая вторая третья позиция сначала я вот помешаю колоду я выложу шесть карт три будут наши добродетели то есть наши архетипы светлые стороны и три будут наши пороки наши наши демоническое проявление темные стороны называйте как хотите то есть от названия как не меняется суть итак первые две карты вторые две карты на красную позицию вот так я и положу и вы будете выбирать и две карты на третью позицию и мы отложим сторонку так давайте мы вы приступать если вы определились отодвигаю позиции номер один голубенький камешек сначала светлую сторону сделаем потом темно светлая светлая сторона аркан высший суд архетип людей по аркану высшего суда люди достаточно это светлые стороны до люди достаточно уверенные в себе зрелые люди которые имеют семейные ценности до люди которые интересуются своим прошлым до для кого-то важно разобраться в понимании своего рода это люди достаточно умные желающие завершать все и либо доделывать до дела до конца люди которые обращают внимание на все мелочи ничего не упускают люди с характерным таким упорством до с работоспособностью то есть люди которые отдаются своему делу полностью если они понимают ради чего это люди чести люди совести само название да говорит судья то есть люди которые относятся ко всему с праведностью такой да с возвышенностью люди которые стремятся к своему пониманию своего предназначения достаточно гордые высокомерные люди с холодным ум умеющие делать переоценку ценностей люди которые понимают знаете какие-то вот законы как все устроено и это люди с очень хорошей памятью вот такой архетип светлый для первой позиции давайте посмотрим темный темный у нас выпал так отсвечивает да это аркан башни и не я зачитаю так потому что и если будет необходимо поясню башня ну дальше идет название непосредственно самого демона который управляет этой башней это переизбыток крушающие силы это значит пороки ваши до разрушения ради саму самого разрушения уничтожения ради самого уничтожения то есть если бы это не было пороком то в прямом положении до условно говоря если мы даже иногда читаем карты мы можем сказать что башня она просто необходима для того чтобы разрушить до корня что-то чтобы потом в дальнейшем выстроить так вот разрушительная сила да здесь во первых порок если так можно сказать да либо теневой аспект наличие огромный количество огромного количества разрушительной силы да то есть как я уже сказала да переизбыток крушающие силы то есть однозначно я здесь могу вот прям ощутить такую энергию злость то есть когда вы смотрите с одной стороны ваша добродетель это справедливость да а вот порог иногда бывает что вот это вот справедливость она переходит все рамки все границы и вы нашли начинаете все рушить массе если вы где-то посчитали в какой-то ситуации что с вами обошлись несправедливо вы можете все разрушить даже то что было для вас ценно и ну например да я ухожу из семьи или забывают даже то что хорошее ты сделал допустим но если мы обращаемся к мужчине ты сделал для меня то есть иногда бывает такое что я хочу все сокрушать все ломать только понимаете не ради того чтобы что-то построить тогда было бы это добродетель а вот порог просто потому что мне приносит туда в удовольствие до такой знаете вот где-то такой садизм в какой-то степени когда все ломается когда все рушится когда все прям крушится да как это правильно сказать когда-то крушишь вокруг себя и вот это вот такая знаете неконтролируемая сила и она приносит удовольствие поэтому имейте ввиду что если вы не будете уметь управлять управлять своими эмоциями потому что мне здесь вот ощущение того что это такая вот прям некая эмоция когда вы ее не можете вот это вот внутренне какое-то ощущение знаете злости агрессии когда я хочу вот все прям сломать на своем пути и в позитиве еще раз говорю она такая достаточно хорошая качественно да то есть мы ломаем для того чтобы что-то построить а здесь вы ломаете просто потому что вам приносит удовольствие и это бывает тогда когда вот эти вот всплески очень яркой агрессии и здесь нужно быть очень максимально внимательным особенно если вы садитесь таком состоянии за руль потому что здесь аварии могут прям быть достаточно смертельными неожиданными когда вы можете потерять контроль управления потому что эта сила если вы ей не управляете она начинает управлять вами то есть через вас вы становитесь таким знаете неким карателем разрушателем ну вот то здесь вот прям первая позиция очень такие мощные энергии что и добродетель что и порог такой не знаю больше ничего не хочу сказать хотя бы давайте мы вытащим несколько карт просто для информации ну чтобы не был прям уж такой совсем коротенький расклад что нам какую информацию нам даст таро приведение прям обе силы знаете у меня здесь вот про порог еще знаете вы если вы мужчина вам нужно быть очень аккуратным потому что если этот порог начнет управлять вами во первых вас будет по такое очень яркое желание либо пойти в идеале это было бы до пойти спорт именно вы знаете вот в борьбу в какую-то да либо борьбы борьба без правил но здесь еще может быть и желание вот именно пойти на войну почему потому что вот здесь вот это вы знаете жажда крови либо если это бои без правил да то вот прям забивать своего противника до смерти то есть вот это вот запах крови запаха жестокости вот он прям вас насыщает реально то есть вам приносит удовольствие если вы наносите какой-то ответный удар своему обидчику причем вы можете быть очень жестокие да здесь не про то что как-то знаете вот придумаете месть так изощренно прям чтобы это было долго болезненно нет здесь она может быть очень резкая но вот эти знаете вот удары которые вы наносите они очень болезненные и вы вот у вас как будто бы пелена такая вот перед глазами происходит и вы ну затмевает и вы не понимаете вы не осознаете поэтому с этой силой нужно быть очень внимательным и направлять ее в добродетель опять-таки смотрите если у вас добродетель высший суд а когда вы справедливы да то добродетель может переходить и противоположную крайность когда вы хотите наказать именно человека который кому-то может быть по отношению кого-то поступил несправедливо и тогда вы становитесь таким же несправедливым человеком жестким и жестоким ну например если вы увидели что там я не знаю кто-то мучает какое-то животное вы понимаете что это несправедливо то вот в этот момент вы можете обидчика наказать то есть ударить его до за то что он наказал допустим животное несправедливо к нему относился но ваши удары они будут намного жестче и жестокий более жестокими чем тот человек который мучил например животное то есть вы по сути говоря станку подобляетесь этому человеку и ухудшаете еще в несколько раз то то есть понимаете о чем я говорю то есть вот это вот как раз таки и становится ваша в добродетель тогда она и становится большим теневым аспектом разрушающим ну то есть вам нужно контролировать обязательно свои какие-то обиды возвышаться энергетически дал свои частоты потому что если вы не контролировать вас будет вот это вот желание отомстить да вот здесь вот месть прямо на очень ярко-ярко проходит и она может стать для вас то есть почему я говорю что будет управлять вами эта сила она может стать для вас прям настойчивой какой-то идеи вот я хочу отомстить и но и это стоит эта сила она начинает вас разрушать вот я к чему три карты вытащу буквально что хочет сказать вообще это колода значит у нас выпала пятерка мечей которые как раз таки и в торе да это одна из жестких таких карт пятерка мечей говорящая о том что человек способен на подлость скорее всего здесь нам описывают башню до разрушительно человек готов на подлость на не знаете на какие-то унижения обращайте внимание что когда вам причиняет боль вы тоже ну знаете иногда можете это тень мы говорим про тень я сразу оговорюсь потому что это будет неприятно вам слышать но вот такие качества они у вас есть кого-то они в спящем состоянии у кого-то они бывают да что вот я получаю удовольствие например расстался с человеком дали бы на работе кто-то вам напакостничал да и этого человека наказали ему стало больно и вот вы получаете внутренние такого-то моральное удовлетворение вот вот получай да то есть мне больно и тебе пускай будет больно то есть вот какое-то вот упивание наслаждение этой болью проходит еще пятерка мечей она может говорить о предательство да то есть вы способны на предательство если вы контролируете себя и управляете и вами обладает ваша добродетель да по высшему суду да то вы будете всегда себя остерегать вы будете думать первично например о вашем партнере насколько то что вы хотите сделать вот этого предательства она того стоит или нет но вы способны на предательство вы способны на боль такую нанести человеку до ранить его предать обидеть то есть может быть иногда вы это делаете не осознавая да то есть словесно сказали и причинили рану другому человеку да может быть вам доверились по высшему суду до такое люди вам доверяют а вы эту тайну я не знаю в конфликте может быть с кем-то какой-то вот экстремальные ситуации вы это сказали тем самым нанесли удар то есть вам доверился вы как будто бы предали это доверие такое тоже может быть вообще пятерка мечей такая болезненная очень карта дальше пашкубков он как раз таки и говорит у нас о ранимости о чувствительности о доверии да то есть здесь вот важно то что я говорила ранее да по высшему суду вам люди доверяют здесь будьте внимательны к доверию на то есть не продавайте и причем доверяйте себе доверяйте миру доверяйте другим людям да и будьте очень внимательно особенно к тем которые вам доверяют то есть не 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 надо и себя не придавайте ни других не продавать или себя в первую очередь тоже не придавайте и здесь вот восьмерка жезлов очень красивая да одна из немногих светлых карт в этой колоде мы здесь видим птицы мы видим так чтобы не освещивала девушку до полет такой вы как раз к восьмерка жезлов у нас и говорит о быстром развитии до ситуации вы можете быть импульсивны и вот это наверное то что приводит вас к вашим порокам ваша импульсивность на то есть старайтесь включать ум по высшему суду холодный разум вот тогда вам это поможет управлять вашей силой башни ну либо применяйте башню вот эти вот его качество разрушения во благо самому себе да то есть разрушаете какие-то свои стандарты разрушаете свое восприятие мира постоянно его обновляя постоянно его расширяя разрушая какие-то автоматизмы которые у вас присутствуют да то есть вот либо разрушаете что-то там я не знаю меняйте разные профессии для того чтобы многогранно развиваться может быть даже для кого-то как и профессия так как архитектор да что-то рушу либо строитель непосредственно что-то рушим да и что-то новое строим ну либо пускай у вас будет какой-то хобби такой да для чего для того чтобы вот этот вот порог превратить добродетель но мы помним что и добродетель может переходить у нас порог вот это вот сегодня мы увидели с вами вот такая вот у меня первая позиция болезненная информация я понимаю я сразу говорила о том что у древа смерти она не может быть радостным но если вы готовы принимать правду окей то есть у меня не стоит задача никого вас обидеть да ничего такого личного к вам нет но иногда когда мы даем информацию и я имею ввиду мы таролог да и мы не готовы ее принимать нам вот очень очень больно становится вот когда бывает больно там всегда есть зерно какого-то роста если вы не готовы сейчас послушать ok оставьте следующий раз когда будете готовы можете переслушать а мы с вами переходим позицию номер два и красненькому камешку добродетель да ваш архетип светлый у нас здесь выходит император я извиняюсь за шумы с улицы император какие сильные стороны императора сильные стороны это умение убеждать да это умение вести диалоги умение брать на себя ответственность особенно если поджимают какие-то рамки император ему не зазорно засучить рукава и вместе с рабочими на делать какое-то дело если он понимает что рабочие но его подчиненные не могут это сделать не потому что они ленятся потому что они не успевают реально да это человек ответственный человек умеющий выстраивать рамки умеющий взаимодействовать с другими людьми убеждать их умеющий вести за собой по императору также у нас но это скорее всего больше минусовой аспекта будет некая такая упертость но вот императору свойственно милосердие император наверное знаете один из его страхов что не является в принципе с добродетелю это страх старости а вот как раз таки в добродетели и есть желание вот все время быть активным все время быть нужным и бороться сражаться за кого-то до ввести какое-то свое дело императоры у нас если мы говорим о профессиональной сфере это всегда частники собственного какого-то собственный бизнес имеют это предприниматели это люди умеющие рисковать умеющие брать ответственность за свой риск до умеющий делать выбор это достаточно стабильные постоянные люди безусловно они опираются на свой разум на свою логику но при этом им не чужды эмоции да но вот всегда император в контексте древо жизни это такой персонаж милосердный который создает является неким таким законодателем до человек который устанавливает правила но если правило устанавливается то в контексте именно император до всего государства этим правилам нужно подчиняться поэтому сложно будет сломать императора почему я говорю с ним сложно договориться но он умеет убеждать у него есть такой знаете выстроен так речевой аппарат да и мысли осуждения достаточно логичные что он может убеждать то есть он хороший оратор на самом деле именно поэтому он может и вести за собой вот здесь я еще хотела сказать про императором надежный вот император он надежный он всегда делает акцент первичную на логику и вторично уже на на эмоции он никогда не будет скрываться за спинами других людей почему потому что да он осознает свою ответственность и в принципе он так привык но вот сразу если мы это это добродетель но если мы говорим о пороках мы посмотрим такую карту но вот добродетель как я уже говорил по первой позиции она может переходить в пороки и пороки могут переходить добродетель да то здесь вот именно догматизм и жестокость она присущий и не умение ввести диалог да вот монолог вот это вот минус этого архетипа теперь давайте мы посмотрим с вами порог порог аркан солнца безусловно смотрите как хорошо сочетается в первой позиции прям очень хорошо сочеталась то есть плюсе у нас вот это вот ответственность яркость то что я говорила человек стоит на передовой да но это может являться еще и пороком так вот порок по древу смерти сейчас я найду аркан солнце так у него есть свой архидема как я уже говорил ими я не буду озвучивать это когда человека во всем разобрался все понял и больше ничего не ищет ведь он все понял то есть некий такой эгоцентризм да по солнцу мы знаем что проходит эгоизм и вот порог это когда я все знаю да я все понимаю я самый главный я уже больше ничего не ищу то есть у меня нету развития вот в чем порог то что я уже не развиваюсь я почему потому что в вкупе с императором есть уже некая стабильность я уже чего-то достиг да уже достиг каких-то высот все принимайте меня таким есть да потому что я так решил я так хочу вот вот я и говорил вот этот догматизм да что вот только я прав я когда-то получил какие-то знания я когда-то в чем-то разобрался все больше я в этом разбираться не буду такая некая зона комфорта без дальнейшего развития эгоцентризм считает себя избранным и величайшим вот в контексте прямо императора очень-очень созвучно потому что смог разобраться в чем-то и возгордился этим этот опыт повышает его чувство собственной значимости и лишает адекватной самооценки вот прям классно сочетается карты человек отождествляет себя возможно сын с историческими либо какими-то религиозными персонажами которые ведут за собой людей то есть псевдо лидеры опять-таки да то что я говорила вот в плюсе до император умеет вести за собой да то есть он ведет какой-то воська у него есть четкое понимание его цели то вот здесь вот в минусе это может быть даже и отклонение да ну это не для всех это конечно же точно это просто информацию даю ни в коем случае я не ставлю вам диагноз то есть вот иногда бывает некая такая шизофрения когда я себя отождествляю я не знаю с каким-то возможно вождем да с каким-то императором и вот я себя веду аналогично вот здесь вот про это говорится да когда вы это минусовой аспект когда вы можете себя представлять в роли какого-то я не знаю для себя кумира да ну я не знаю например сейчас я скажу две секунды если там ну например сейчас угол ничего не приходит например как какого-то хорошего вот психолога ну например как полиенко да с кем многие знакомы ну либо курпатова то есть наслушались много информации вот начинаете передавать и транслировать то есть верить я не говорю что им верить нельзя я пример привожу верите и вы транслируете идею этого человека то есть они что-то получили то они в чем-то разобрались мы берем их информацию и передаем другому человеку не здесь вопрос не в том что я перенимаю либо вору и как-то информацию нет здесь не про это а здесь про то что вот я верю да ну то есть учитель же это сказал и я когда-то получил эти знания и вот я их имя пользуюсь и оперирую потому что они единственно верные почему потому что когда-то они в моей жизни помогли все значит так она и есть а здесь вот этот догматизм проходит еще про солнцу теневой аспект эгоцентризма заключается вот в чем если в светлой позиции мы должны прийти к некой такой целостности да когда мы свои теневые аспекты знаем в лицо я не говорю о том что мы их все проработали но мы их не не отталкиваем и не говорим что нет этого во мне нет мы причем по солнцу в прямом по и в прямой позиции это сфера тиферит по древу жизни она говорит о том что человек пришел к некой такой самости до понимание себя когда он действует уже и разбирается в себе самостоятельно ему уже не нужны другие учителя ему уже не нужны другие какие-то правила да почему потому что он в себе принял вот эти вот все теневые аспекты и он единственное что делает он их только шлифует то есть он увидел что в нем есть например обида да он начал работать с ней разбираться но без помощи там психологов каких-то учителей не потому что он гордится а потому что у него есть уже свое понятие да то есть он с чем-то разбирается у него есть информация на самостоятельность не разбирать у него есть все инструменты потому что он обрел эту целостность вот это вот прямая позиция перевернутая позиция солнца она как раз и говорит когда человек не признает своих каких-то теневых аспектах да когда ему говорят что ну вот посмотри у тебя там я не знаю ты слишком эмоциональный и это есть твоя слабость и чай горит нет надо быть эмоциональным я не буду так жестким таким как вы почему потому что опять я обращаю внимание что император он достаточно жесткий да он умеет управлять своими эмоциями и здесь как раз таки он и переходит вот в этот догматизм да как сухой сухарь сухой сухарь да прикольно как сухарь и вот минусовой аспект да когда мы можем сказать что чрезмерные эмоционально вообще эмоции это плохо да там либо надо от них отказаться может это быть и в другая противоположность да что наоборот надо быть эмоциональным человеком потому что эмпатичность эмпатия она важна да то есть нельзя полностью закрываться от людей и вот какому-нибудь другому человеку вы говорите что ты не выражаешь свои эмоции да вот это неправильно ты жестокий человек да по отношению ко мне а вот я такая вот мягкая пушистая да слишком эмоциональная ранимая вот и и то есть ну так правильно вот минусовой то есть порог солнца да то что мы разбираем это когда человек не признает да ему указывает ему показывает а он не признает почему потому что я идеален понимаете здесь фишка в чем не то что здесь самообман а здесь вот вот то что вы видите например для вас чрезмерно эмоциональность на это норма и вы видите в ней плюсы но вам иногда могут показывать другие люди говорят что нет в этом нету плюсов есть минусы безусловно они свою точку зрения говорят и здесь важно не не идти на ссору да на конфликт с другим человеком отстаивая свое мнение а просто прислушиваться что есть в этой эмоциональности да и какая-то какой-то другой полюс до противоположные а я знаю только вот это да то что чувства эмоции это хорошо но у них ведь есть и что-то негативное когда их много да когда мы уходим от золотой середины либо к одному полюсу либо другому это есть искажение да это есть нет ни баланс не гармония так вот здесь мы отказываемся мы говорим нет мне нравится я такой родился да вот эмоциональный я таким буду это хорошо потому что вот я настоящий а ты вот такой сухарь да это плохо понимаете вот фишка в чем здесь этого солнца что человек не принимать не умеет принимать он отказывается принимать свои какие-то теневые аспекты и причина почему он это делать на что не умеет с ними работать он не знает как он самостоятельно это не может делать потому что в прямой позиции как добродетель солнце когда человек умеет управлять самостоятельно работать сам собой разбираться до расти у него есть вот это вот целостность у него есть все эти инструменты а в перевернутом как пороки у него нету этих инструментов он не понимает и поэтому ему легче отказаться и почему потому что он тогда понимаете он не видит он верит в свое совершенство солнце это источник света это совершенство и порог солнца он заключается в том что человек не хочет принимать что он несовершением что он не идеален именно поэтому он отказывается от своих теневых сторон а в прямой позиции да он понимает что да я идеален но есть у меня темные аспекты и я поэтому идеален потому что я их принимаю и я с ними работаю здесь вопрос принять очень очень глубокая такая позиция на самом деле и мне нравится что эти два аркана хоть кажется они абсолютно разные но вот в контексте древа жизни дает очень четко такое понимание как они связаны между собой имейте ввиду что и добродетель может перейти в порог и порог может перейти в добродетель ну я вам рассказал теперь давайте я посмотрю просто три любых аркана на колоде таро проведений как я это делала по первой позиции посмотрим какой нам информацию дадут вообще дополнительное что мы должны знать про добродетели и пороки вот вашем случае так туз мечей вот туз мечей он пересекается с императором на здесь есть прямая связь туз мечей у нас говорит как раз таки о жестких словах тонком таком уме но слова они могут резать и это свойственно как раз таки то есть и ранить это свойственно императору да с одной стороны в минусе это может ну человек может ранить а с другой стороны в плюсе это умение принимать решение да это умение не бояться сказать правду это умение выражать свои мысли говорить то что я хочу без страха того что вот мне что-то за это будет а с другой стороны то есть скрывать даже какие-то моменты по тузу мечей да то что где-то вот было потаенное на опять-таки пересекаясь солнцем до вскрывать возможно свои теневые аспекты что еще пятерка педаклей вот здесь пятерка у нас непосредственно все пятерки по древу жизни у нас говорят про уроки здесь урок как раз таки по по земным по педакли это земля здесь уроки у нас идут в контексте ценности пятерка педаклей эта карта без духовность обычно да и и так называет так вот здесь урок у нас связан с тем что нужно пересматривать свои какие-то ценности да потому что земля кроме материи это еще и ценности и вот здесь вот нужно как раз таки солнце если она перейдет из из добродетели в порог да то она как раз и говорит у нас об эгоцентричности да о том что вот только я значим да и отсюда у нас как раз таки выходит и бездуховность говорящая это как раз таки урок о том что вот прям необходимо некое такое одухотворение материи то есть понимание что действительно значимо а что нет то есть отсекать все то что останавливает вашем развитии все то что не имеет ценность значимость важность то есть понимать какие ценности для вас необходимы и чему вы обучаетесь потому что пятерка педакли она еще у нас говорит о неком таком кризисе когда человек не может идти в новое потому что опирается не на те ценности когда человек не ощущает своей знаете какой-то вот значимости нужности да это тоже проявление эго когда мы говорим признаем меня да я столько в тебя вкладывался и я ничего не получаю взамен это тоже достаточно эгоцентричная позиция отсюда это и порог признаюсь чего вдруг другой человек должен что-то признавать он вам ничего не должен если у нас заниженная самооценка так это наши тевнивые стороны дано на надо с собой разбираться они желать требовать какого-то признания какой-то отдачи здесь вот вопрос без духовности напрямую стоит и третья карта это у нас 13 аркан аркан смерти тоже очень такой один из двух подрыв жизни арканов инициации да то есть здесь нужно как раз таки уметь перерождаться я бы сказала в своем сознании и как раз таки аркан смерти на древо жизни он и соединяет у нас анецех и теферит а теферит у нас соотносится с солнцем то есть это на пути к познанию себя к своей целостности да чтобы прийти к этому мы должны изменить свое сознание да мы должны изменить свое восприятие мира но вот в принципе вот такая вот информация если вдруг она вас ранит не не переживайте по этому поводу здесь просто информация вам показала на чем нужно работать и это не значит что вы сейчас должны пойти и прям с этим разбираться если вы чувствуете что есть какая-то боль просто имейте ввиду что рано или поздно вы с этим столкнетесь просто возможно сейчас еще не время да то есть у вас есть право отказаться от того чтобы работать с этим потому что солнце это вот прям урок на на всю жизнь работа с нашим эго поэтому не переживайте не требуйте от себя многого отнеситесь к информации с холодным умом просто вот какая-то какие-то момент которые вам нужно будет исправить это не значит что надо это сделать сразу а это можно делать поступательно в течение своей жизни когда вам удобно то есть карты не обрекают ни на что да это ваш выбор просто тема нашего расклада это темные и светлые стороны светлые стороны прекрасно принимается а вот с темными и ну то есть и демон они никогда не были приятны до либо наши пороги поэтому зная и помню о том насколько у меня ранимые двоечки да вот хочется вам сказать вас как-то поддержать и не принимайте близко к сердцу а старайтесь просто информацию анализировать это информация если вы включаетесь значит что-то вас зацепило на если зацепило с этим надо будет работать так мы переходим с вами к позиции номер три зелененькому камешку сначала мы посмотрим добродетель ваша добродетель ну третья позиция у нас всегда говорит о маги кто же такой а маг и в чем ваша добродетель а ну ваша добродетель во первых вашей силе воли в вашей силе внутренней сила духа в умением выстраивать просчитывать все ходы-выходы умение разрешать сложные ситуации человек а по магу лидер умеющий управлять людьми сознанием как мы говорим да иногда помогу что это люди манипуляторы это люди знаний это люди умеющие понимать психологию другого человека отсюда у нас выходит и манипуляция да но все же мы говорим о добродетелях это человек стратег человек который ведет за собой людей он не приемлет никакой власти над ним он не приемлет каких-то игр в его сторону человек наделенный многими способностями качествами в том числе имеет знание имеет связь с высшими силами и человек такой достаточно харизматичный и очень сексуальные в силу того что очень много энергии у этого человека и как правило единички вообще в нумерологии достаточно и в матрице достаточное количество единиц кроме того что это показывает лидерские организационные какие-то качества это показывает наличие силы значит наличие здоровья то есть по природе своей вы должны быть здоровыми людьми потому что вот на это указывает единица хорошо давайте посмотрим теперь с вами порог ну вот я я удивляюсь как сейчас такое вот отступление небольшое когда я смотрю расклады тарологов да и они вот такое ощущение как будто бы они сами собой разговаривают да там удивляется как-то картам все такое и мне со стороны как слушали как-то это режет слух а вот сейчас я оказалась как раз вот вот такой позиции когда сама собой разговаривая да то есть удивляясь как как карты вторят один другому то есть как они так вот выпали смотрите прямой позиции у нас значит маг а в перевернутый у нас дьявол и когда я говорила про мага говорила про харизму мне мысль прошла такая что еще один аркан говорящий о харизме это как краски дьявол и тут он выпадает мне у меня в троечках и да всегда выпадает дьявол ваш любимый да либо вот последнем раскладе мак выпадал обратная сторона дьявола опять-таки в контексте древо жизни и смерти что я скажу все что обычно тарологи говорят как искушение как очень сильная сексуальность это не прямая позиция это не по древу жизни а это как раз таки древо смерти это перевернутый аркан почему его всегда считывают как вот в прямой позиции я не знаю перевернутый дьявол о чем у нас говорит сейчас мы так две секунды я не буду называть повышенная справедливость и у меня дьявол и секунды не буду называть 15 повешенный смерть вот дьявола потеряла нашла я не буду называть имя демона потому что мы его не будем призывать но он говорит вот о чем когда человеку открылись его темные стороны я извиняюсь за шумы с улицы когда человеку открылись и его темные стороны и он вместо осознания их оказался им подчиненным до для секунды это животная природа которая принимается когда мятеж ради мятежа стремление рушить ломать насиловать и все это без цели инстинкт затмивший разум безрассудство это сила вышедшая убрать все что мешает и в конечном итоге превратилась в толк против чего боролась борясь против тьмы тьмой и становишься животные страсти это демон функция которого соотносится с арханом с аркадом дьявола да то есть это порог так вот один из пороков это животные страсти да это не умение управлять здесь как раз таки на этом аркане да мы видим двух людей в принципе это адам и его 6 арканом и у них хвосты и есть и рожки да то есть это вот как раз я показатель проявления такого знаете демонического до проявления когда человек превращается в демона когда не идет за своей человеческой натурой да а полностью как этот подчиняется своими страстям своим инстинктам и в минусе как раз таки то есть как порог как я уже зачитала то есть когда ты начинаешь бороться с чем-то то по сути ты превращаешься в против чего ты борешься например если мы боремся я не знаю против какой-то вот несправедливости да то в какой-то степени это несправедливость поглощает нас и мы становимся такими же жесткими то есть мы начинаем наказывать людей мы становимся агрессивными мы направляем все свои силы то есть мы по сути превращаемся в самих животных то есть природа по своей сути она достаточно такая жесткая да то есть в природе нормально когда одно животное поедает другого потому что ему нужно выжить да потому что так она устроена то есть твоя смерть является моей жизнью и вот эта вот жестокость она приемлема в этом мире так он устроен я имею ввиду мир природы мир людей он немножечко ну во первых выше до на ступень и поэтому вот эта вот жестокость она неестественно но с другой стороны когда мы хотим отстаивать свои права в чем-то да есть великий риск что мы начинаемся превращаться в животных да когда мы на достижение своего пути а по дьяволу это человек харизматичный также как и маг которого у которого очень много связи но здесь человек может использовать свои связи для того чтобы решить какие-то свои задачи то есть это знаете я пришел например в брак да не подписывая какого-то брачного договора да то есть я пришел нищим после брака да допустим я отжил у своего партнера до большую половину просто потому что я так захотел я так посчитал что я заслужил то есть когда ты забираешь на что-то что по сути тебе не принадлежит то есть когда очень ярко выражены животные есть инстинкты с другой стороны здесь человек которому как бы я говорила да открылись его темные стороны и вместо их осознания он оказался им подчиненным это когда смотрите в плюсе у нас здесь как добродетель маг маг это который может управлять у него есть знание он управляет всеми стихиями так вот в плюсе он может вскрывать до свои какие-то теневые аспекты веря в то что я с этим справлюсь а вот диабол говорит как раз таки как порог нет то есть я увидел да допустим свою какую-то зависимость мы все абсолютно люди зависимы и зависимости это не только какие-то пристрастия там алкоголь еда наркотики секс мы зависимы все абсолютно от коммуникации да например мы зависимы от соцсетей то есть представьте себя целый день не входить какую-то соцсеть да просто даже не листать ленту вообще не иметь никакого отношения даже если вы остаетесь один на один у вас сразу возникает желание да с кем-то поговорить кому-то позвонить то есть зависимости они могут быть разные а у меня и зависимость от знания например я не могу представить себя что я что-то не читаешь на что-то не изучать то есть для меня это вот и это тоже своего рода зависимость неважно кто-то это может рассчитывать как плюс как минус так вот здесь как раз таки вот это вот пристрастие когда вскрывается темная сторона и ты не умеешь с ней работать и она тебя поглощает и ты становишься ее заложником то есть вместо того чтобы принять и получить силу эта сила да она начинает управлять так к тобой очень важный момент то что я зачитала это когда животная природа принимается когда то есть что здесь говорится здесь говорится как сексуальный вот этот вот аспект да то есть секс для меня это как я не знаю как божество то есть вот как любят многие говорить что секс ради здоровья да то есть неважно с кем обязательно ради здоровья то есть не понимание осознавая того что здоровье то в этом никакого нету до потому что нету близости нету интимности душевный что первично для нас для людей на и вот секс для здоровья это не совсем здоровье то есть вот эти вот знаете природные моменты очень часто сталкиваюсь когда особенно это неприятно за столом видеть с ну вы должны когда человек отрыжка когда у человека да когда он рыгает ну это же природа да безусловно это природа кто бы сказал что нет но все равно должны быть какие-то нормы до которые но вот моральные какие-то принципы что но ты за столом да допустим либо вокруг тебя есть люди привели какое-то уважение до либо там я не знаю газа собрались у человека да и вот но я же не могу это сдержать но хотя бы обыграй это как-то да вот извинись и ну то есть вот это вот беспардонность да то что является природой и вот она вот прям возносится как это это же природа безусловно но природа она сама по себе жесткая и природа устроена немножко как это так сказать не то чтобы не для людей а то есть вот эти вот рамки границы да где мы животные если мы живем в природе да а где мы все-таки люди и вот смысл этого аркана краски аркана дьявола в том-то и заключается да что здесь архангел урии изображены в виде бафомета который дает знания виде этого факела он и говорит о том что для того чтобы во первых в на курсе древа жизни я рассказываю что урии он является одним одним из стражников эдемского сада так вот здесь мы не можем вернуться обратно в эдемский сад если мы не возвысим но не станем разумными людьми если не мы не возвысимся над своей животной природы поэтому здесь люди наполовину люди наполовину демоны демоны здесь идут как изображение наших страстей нашей природы здесь вопрос не в том чтобы ты возвысился над ней а чтобы ты четко понимал и различал где есть природа и для чего она нужна мы никогда ни от чего не отказываемся а мы наоборот обмениваем да это есть энергия именно обмена когда мы обмениваемся вот этими своими животными позывами да на что-то более высокодуховное да то есть когда мы обмениваем вот это вот ежеминутное желание какой-то страсти там я не знаю насытиться присытиться какой-то едой к примеру да либо секса когда мы это обмениваем да на сознание на понимание того что окей я получу это разовое желание да но какой ценой я это получу то есть что я заплачу то есть стоит ли она того да чтобы вот это вот блаженство было какой-то раз вы даже еда но в большом количестве чтобы потом мучиться и страдать переживать от того что вот там желудок опухает там живота пухом тяжело перевариваться вот я вот такой весь никакой какой то есть стоит она того а вот здесь вот это вот понимание и вот эти два аркана они очень хорошо проигрывается и то и другое является харизмой и тот и другое что дьявол что маг они могут вести за собой и у того и другого есть связи прямо здесь вот это вот пересечения ощущение того что вот маг может превратиться в дьявола и дьявол на самом деле в своем прямом положении да это человек во первых дьявол это энергия это тот кто управляет материальном мире а миром а поскольку мы живем в мире материи да то по сути это тот кто имеет над нами некую такую власть да а мы говорим что маг это тот который управляет также я как и дьявол до четырьмя стихиями что является материей то есть материальный мир от нематериального отличается одним лишь элементом который не подвластен магу это эфир а эфир и то есть сочетание всех четырех энергии но сейчас не про это а сейчас про то что в позитиве как раз таки дьявол он нам и говорит о нашем как добродетель да у нашем развитии умение возвышаться над чем-то над на низкими скажем так частотами для того чтобы идти к высшим частотам стремится это умение у дьявола это умение адаптироваться приспосабливаться но опять-таки приспосабливаться может быть восприниматься как минус это может восприниматься как плюс допустим плюс это как выживание а минус это когда кому-то там подмазываться до какое-то местечко подсиживать то есть здесь все как можно посмотреть но в любом случае по дьяволу мы становимся личностью почему потому что мы научаем мы понимаем себя нам понимаем свои теневые аспекты мы с ними работаем и мы становимся более целостным человеком поэтому дьявол он помогает нам в нашем росте мне кажется я слишком много сказала но в принципе вы понимаете да что вот эти два аркана прям сегодня такой расклад по всем позициям если хотите можете просто ради любопытства посмотреть как арканы соединяются между собой для меня это было удивлением то есть добродетель даже не вытаскивая пороки да можно было сказать то же самое и так просто три карты о том что нам хотят сказать хочет сказать 2 приведением непосредственно про наши добродетели либо про наши пороки выпадает королева пендакли королева пендакли мы говорили о материи то есть с одной стороны у нас дьявол до говорящие о материи говорящие о материи говорящие о земных оплотских каких-то удовлетворениях до а о заботе а удовлетворения своих каких-то потребностях о преданности это вот прям может переходить к духовности верности комфорте удобстве менее знаете вот как-то сохранять уют комфорт это то что создает королева пендакли что еще десятка кубков десятка кубков колоде таро проведений она такая достаточно интересная смотрите здесь значит танцует это танец станет жизни до танцует здесь приведение и они бегут за смертью за смертью с косой то есть она и как будто бы ведет приведение либо убегает от них до приведения ее догоняет то есть десятки это же всегда завершение на это переходный этап завершение начала чего-то нового вот десятки кубков десятка кубков она как раз таки у нас говорит смотрите о чем интересное здесь смысл когда внутри нету вот знаете кубки это эмоции внешние 10 кубков это наполненность это то что мы показываем людям да что мы счастливы что мы наполнены что мы получили желаемое мы переполнены эмоциями но минус заключается в том что вот в этой кубкова с ти в этой эмоциональности нету духовности что да безусловно эмоции то есть радость есть но ради чего это все то есть а что будет потом вот 10 это предел а за пределом что это вот как будто бы знаете золотая клетка когда да безусловно ты же находишься в золоте тебя и кормят и поет у тебя все есть и казалось бы и живи и радуйся ведь это все-таки становится клеткой да пусть золотой но все-таки клеткой так вот здесь десятка кубков про этой говорит что внешне удовлетворение полнейшее а внутри без духовность опустошение да почему потому что удовлетворение это личное да она не направлена на служение высшему на стремление постичь что-то такое достаточно возвышенной до понимания себя то есть десятки кубков нету вот этого вот мага который передает маг это гермес если мы говорим согласно мифологии и а гермес он был богом открывшим астрологию письменность абсолютно все науки ну кроме других его заслуг но вот здесь вот контексте знаний напрямую а и дьявол у нас как раз и говорит о том что нужно возвышаться да нужно развиваться нужно стремиться здесь десятка кубков она как раз и соединяет не мага и дьявола говорящего о том что нужно стремиться развиваться духовно и тогда это будет бесконечным источником она не придет к десятке она не приведет какому-то конечному итогу почему потому что ты будешь периодически аккумулировать в себя в себе то есть когда ты понимаешь ради чего у тебя идет это развитие это вот бесконечное удовольствие это не то что это разовое дошли до десятки все а потом что потом либо опустошаться да то есть возвращаться к единице и заново начинать путь а так ты становишься этим источником да то есть не вне внешне подключаешься к чему-то а внутренне и двойка мечей двойка мечей у нас как раз таки вторит тому что я сказала по десятке кубков двойка мечей она направлена на внутренней концентрации да когда мы то есть вот эти три карты да как триплет можно сказать о том что здесь нужно сфокусироваться на внутренних своих каких-то ценностях для того их бесконечно аккумулировать но это должны быть ценности такие вот достаточно возвышенные до для чего для того чтобы не терять смысл то есть когда мы достигаем какие-то вот материальных веществ до вещей мы теряем потом смысл но купили мою машину порадовались там я не знаю месяц два десять него то конечном итоге мы наше отношение она меняется до нас то есть становится какая-то вот обыденность то и я вообще не понимаю почему я этого хотел а когда ты стремишься к чему-то такому возвышенному я не знаю например познать настоящую любовь не привязанность к человеком и желанием управлять как помогу и по дьяволу а именно познать вот эту вот настоящую любовь вот тогда это желание она будет идти на протяжении всей своей жизни и даже когда ты его получишь на как вариант полностью все равно ты его не сможешь узнать но одну из его грани либо несколько грани да ты познаешь и это будет вот бесконечно и тебя наполнять это будет давать себе внутреннее состояние удовлетворения некого такого блаженства а одно по продолжительности намного больше чем получение разовой какой-то вот материальные вещи и двойка мечей она говорит о том что нужно сфокусироваться внутри себя до найти вот это вот примирение найти решение двух двух мечей двух каких-то задач то есть двух вещей мы можем сказать что с одной стороны материя с другой стороны нечто такое вот духовное и не надо отказываться ни одного и от другого а надо найти точки их соприкосновения и это будет ваш путь да и отклик этому пути будет внутри вас потому что двойка мечей говорит у нас о примирении примирение и к тому чтобы прислушиваться то что мы ощущаем внутри себя вот такая вот у меня была и третья позиция здесь мне кажется вот почему-то не было таких а болезни не было такой болезненной информации как у 2 говоря про эгоизм здесь вот скорее всего больше вопрос развития был если вам понравился расклад напоминаю что вы можете приобрести курс древо жизни информация есть в описании к этому ролику если вы нажмете на ссылку мои услуги узнаете очень многое для себя даже если вы не таролог и вам не нужно интерпретировать карты понимать их то общее понимание до тех знаний которые вложены в этот курс являются лишь первой ступенью до именно в познании себя познание того как все устроено в этом мире и в дальнейшем то есть курс не направлен на то чтобы дать вам все знания стать неким таким толчком который поможет вам дальше самостоятельно искать ответы на вопросы потому что у вас будет возникать очень много вопросов после этого курса но и однозначно ваше сознание расширяется тех знаний которые вы получаете и вы видите как все в мире взаимосвязано это поможет вам ваши каких-то инсайтах если я не ошибаюсь есть водное занятие бесплатное если вы перейдете опять таки по ссылке мои услуги там есть ссылка на водное занятие к этому курсу она бесплатная на ютюбе в описании к нему в комментариях да есть отзывы тех людей которые уже прошли этот курс если вам будет интересно почитайте не знаю насколько отзывы дают как это сказать полное понимание до что человек может получить от каких-либо знаний потому что те инсайты которые мы получаем это чисто наши субъективные какие-то какое-то восприятие и описать его словами насколько для меня это важно было ценно да даже если мы опишем читая другой человек видит в этих словах просто сухую какую-то информацию только прожив это да мы начинаем ну вот ощущать ценность вот и если хотите прийти на индивидуальное обучение таро либо на личный расклад и я не делаю расклады записи я всегда провожу консультацию живьем вы можете также записаться прочитав всю информацию по ссылке мои услуги а я с вами прощаюсь напоминаю скорее всего не напоминаю озвучиваю если вы не читали в разделе сообщества что завтра в четверг я проведу прямой эфир здесь на канале на ютюбе приглашаю вас всех приходите пообщаемся и отвечу на ваши вопросы и вот теперь я с вами прощаюсь благодарю за ваши комментарии за то что вы меня смотрите остаетесь со мной всем пока пока